Добрый день. Сегодня я, блогер Оно Дракс, мониторил лугосферу и готов рассказать вам обо всем том, что показалось мне самым интересным на сегодняшний день. Добрый день. Программа LiveJournal Live, кажется, уже просто не может обходиться без блогера Навального. Скоро, наверное, специальную рубрику под него придется сделать. А пока расскажу про его пост про Путина, который летал на самолете амфибии. Сегодня это первое место в топе живого журнала. Еще западные политики, которые, ну, не так часто попадают в русский ЖЖ, но голландский такой правый политик Гирд Вилдерс сегодня был исключением. Ну, а также архаичные изобретения, которые так любит Рунет. И в конце посмотрим фрагменты одного, ну, очень необычного клипа. Поехали. Итак, Навальный, как всегда, не бросает начатое. Еще летом его возмутило, что премьер России Владимир Путин во время пожаров в Рязанской области облетал этот регион на самолете БЕ-200. При этом сам Путин был за штурвалом этого самолета. Навальный тогда вполне обоснованно удивился этому и написал в своем ЖЖ. У меня вопрос к людям, разбирающимся в пилотах самолетов. Вот так, чтобы взять, да и погонять на самолете амбиции. Это разрешено? Сел и полетел. Постороннее лицо находится в кабине. Сертификатов разрешения у гражданина Путина, надо полагать, не имеется. Почему кого попало вообще пускать за штурвал, писал Навальный? Кроме того, действительно не ясно. Это место второго пилота или командира воздушного судна? Будем надеяться, что Владимир Владимирович Путин не увлечется хирургией и не начнет завтра под вспышки фотокамер делать операции на сердце в качестве второго хирурга. Так писал Навальный. Ну и он начал такое расследование, стал засыпать различные инстанции вопросами о том, может ли человек, хоть и премьер, но без лицензии на управление самолетом, садится за руль такого авиамонстра. Тогда расследование Навального прервалось на ответе Росавиации. Они сказали, что это, мол, абсолютно не их компетенция. Скан этого письма Навальный выложил в своем блоге. Однако сегодня история получила продолжение. Прокуратура заявила, что это все-таки компетенция Росавиации и призвала их к ответу. Ну и Росавиации, в свою очередь, ответили. Ответ достоин занять первое призовое место в конкурсе «Самая жалкая попытка прикрыть свою задницу», так пишет Навальный. Вопросы Навального имеют многогранный характер, ответили. И выявление Росавиации госоргана, который ответил бы на поставленные вопросы, не представляется возможным. И добавили, что Росавиации неизвестен орган, который наделен полномочиями по осуществлению регулирования деятельности в области государственной авиации и приправить запрос они не могут, потому что, ну, просто не знают, куда его отправить. Навальный обещал продолжить тыкать такой острой палкой и обратиться в суд. У нас еще другие есть новости. Я еще добавлю от себя, что в топе ЖЖ такая ситуация, когда один пост Навального сменил другой. И этот сейчас находится на первом месте. Ну, а мы поехали дальше. Пользователь живого журнала Пол Крюгер сегодня разместил в своем блоге интервью правого голландского политика Гирта Вилдерса. Пост о очень популярном. Итак, Гирт Вилдерс. Ему 47 лет. Он является председателем и единственным членом Нидерландской партии «Свободы». Критика ЕС, ислам и идея мультикультурности общества способствует росту поддержки этой партии с момента ее основания в 2000 году. Во время национальных парламентских выборов в июне партия получила больше, чем 15% голосов. Находящаяся в власти правительство, коалиция из правых либералов и консервативных демократов, ассоциируется именно с Вилдерсом. Его партия официально не входит в правительство, но лидеры в Гаге должны идти на уступки и как-то все время вот советоваться с движением Гирта Вилдерса. Вилдерс, по собственному признанию, является большим другом Израиля, но врагом ислама и живет в условиях довольно такой жесткой безопасности в городе Гага. В интервью журналу «Шпигель» голландские противники ислама Вилдерс обсуждает свою борьбу на запрет Корана, за запрет Корана. Говорит, почему канцлер Германии Ангела Меркель не пугается вопрос об эмиграции. Высказывает свое убеждение, что нидерландские дебаты о мусульманах в настоящее время пересекли уже границу Германии. Вот самые такие интересные выдержки из его интервью. Самая большая проблема Европы не только сегодня, но уже на протяжении десятилетий – это культурный релятивизм. Это привело к сегодняшней ситуации, когда европейцы не знают, чем они должны гордиться и кто они на самом деле. И все из-за обведенных так называемых либералами и левыми таких концепций, которые говорят, что все культуры тождественны. Я не говорю, что я хочу запретить ислам, говорит Гилдерс, я хочу меньше ислама в Европе, потому что он не оставляет места для дискуссий. Для контраста возьмем иудаизм, и жизнь в Вишиве, где они обсуждают, каким образом Талмуд должен быть интерпретирован. Однако любой, кто не верит Корану, является по мусульманству неверным. И наказание за это хорошо известно – это смерть. Про ангелу Меркель также говорил господин Вилдерс. Мергельс испуган, потому что есть опрос общественного мнения, показывающий, что появившаяся в Германии харизматичная фигура, подобная мне, то есть Гирту Вилдерсу, может рассчитывать смело на 20% голосов. Имеется в виду фигура неправорадикального фона. Еще Вилдерс говорит, что он ни в коем случае не собирается сеять какую-то ненависть, использует только исключительно такие демократические возможности для лоббирования своих интересов в парламенте. Но этот пост сегодня тоже получил довольно много отзывов в живом журнале. И как лично мне кажется, просто ситуация довольно похожа с Россией. К сожалению, вот в интернете в последнее время растет такое недовольство растущему такому мультикультурности и многонациональности, которая у нас в России сейчас развивается. Ну, каждому самому решает. Лично я не против таких вот процессов. В комьюнити ProFotos.ru сегодня обсуждают такие необычные изобретения прошлого. Это фотографии из рекламных буклетов и просто исторические фото о необычных изобретениях прошлых лет. На фотографиях мы с вами можем видеть, ну, например, вот такой телефон, который фиксирует диафрагму. Неизвестно, правда, зачем это было сделано. Клетка для того, чтобы гулять с младенцем на улице, микротелевизор, который сейчас, кстати, многие очки пытаются, вот, производители очков строят себе. Вот это господин Хаббард, который пытается понять, чувствует ли там от боли, тоже не вполне, собственно говоря, понятно, к чему это все делается. А вот такие очки сейчас в моде у многих рейперов и R&B-исполнителей. Очки с жалюзями, очки с шторками, так называемые. Ну, в посте было еще очень много всего интересного. Например, вот такой мото-мото-серф, который служит для того, чтобы перемещаться по водной глади с помощью моторщика. Это были, также ученые в 60-е годы придумывали такие левитирующие платформы, чтобы представители каких-то властных и военных структур могли вот в случае каких-то силовых операций подниматься над землей. Еще есть вот такая замечательная шляпа, шлем для того, чтобы можно было принимать душ без того, чтобы снимать макияж. Друзья, ну вы всегда сможете найти этот пост. Комьюнити довольно популярное. Я вам еще раз советую его посмотреть. Очень много интересного. У нас последняя новость, которая, уверен, вам должна понравиться. Такая немного пятничная, но мы ее дадим в понедельник. Надеюсь, у вас понедельник будет хороший. Сегодня Рунет горячо обсуждает новый клип такой малоизвестной группы Lofty Band. Песня носит довольно унылое название «Секс и виски». Предлагаю посмотреть выдержки из этого клипа. Сюжет клипа, в принципе, сделан по сценарию знаменитого клипа Prodigy «Smack my Beach up». То есть тут все так с первого лица снимается. Вот мы видим некого байкера, который собирается выходить на какую-то вечернюю вылазку, на вечернюю тусовку. Едет на своем мотобайке по улице Москвы, заезжает в магазин. В общем, у него там полная жизнь приключений. Все, казалось бы, здорово, все классно. И девушки, которые его не обделяют никогда вниманием. И сам он весь себя такой мачо и готов наказать каких-то неугодных персонажей в туалете по всей строгости. Но самое интересное мы видим в конце, когда, собственно говоря, вот этот человек приходит домой. Все мы видим, что это господин Вассерман, который в конце смачно так допивает старый добрый, наверное, английский виски. Напомню, что Анатолий Вассерман ведет свой блог в ЖЖ под ником «Аваз1952». Друзья, у нас на этом все. Всем желаю удачи и советую найти нас в живом журнале, если вы еще не нашли. Мы там TV Rain. Посетите и комментируйте. А с вами был No Drugs и программа LiveJournal Live. Всем удачи! LiveJournal Live.